Теперь расскажу немного про мусор, да, я вставлю небольшие отрезочки вот сюда, что я занимаюсь чистым городом, у меня есть инстаграм, когда-то я год назад, по-моему, сюда же укладывала видео, когда я начала это, скажем так, не стесняться и более-менее вслух об этом говорить и афишировать людям, да, даже кого-то пропагандировать, рекламировать, да, вести инстаграм. Это вообще для меня был подвиг, если честно, вот, то есть, что касается чистого города, тоже, честно говоря, началось это крайне неожиданно, именно вот в этот вот момент, когда я, увы, но начала постепенно утрачивать смысл своей, как бы, ну, текущей жизни на тот момент, то есть, когда я начала разочаровываться в... Ну, то есть, мне казалось, что всё, что я делаю, оно вот какого-то смысла не несёт, и я осознала, да, как-то конечность существования своего вот в этом мире, да, или в этом теле, если вы верите в индуизм, я не знаю, во что каждый верит. Я вообще ни во что не верила, но начала это осознавать очень болезненно. Вот. И с тех пор меня стали посещать какие-то странные мысли из серии, ну, вот, полезно, да, вот, и я задумывалась, да, автоматически стали появляться мысли, а что же вообще полезно тогда? То есть, окей, это не бесполезно, да, это тоже бесполезно, это тоже бесполезно. То есть, вы знаете, вся, как бы, в основном индустрия у нас строится из вот сегодня я покушал тарелка грязная, потом я эту тарелку помыл, снова покушала она снова грязная, снова я её помыл, снова она грязная. То есть, какой-то такой замкнутый круг, который является, знаете, сопровождением для того, чтобы я просто покушала. То есть, это не, смыслом жизни не является ни покушать, ни уж тем более чистая тарелка, да, то есть, смысл жизни должен быть какой-то другой, очевидно, должен быть какой-то другой, вместо того, чтобы просто покушать с чистой тарелки, да. Это приятно, это красиво, я не отрицаю, что это бесполезно и бессмысленно, это очень-очень-очень важно, но смыслом жизни это точно не является. Вот, и я начала задумываться, господи, ну а что ж тогда вообще полезно, ну окей, причем, знаете, вот у меня был такой период, когда бесполезным казалось все, вот все, и я как-то шла по дороге, просто шла, знаете, у меня эти мысли меня мучили, я думала, думала, накручивала сама себя, и у меня вот эта мысль, да, ну вот смотри, бумажка лежит на дороге, подними ее, просто, знаете, диалог сам с собой, какой-то такой внутренний, не знаю, импульс что ли, да, или внутреннее такое вот, пришел, к такому выводу, и первые мысли мои были, фу, отвратительно, не хочу, это что-то не то, и прошла дальше, вот, и потом эта мысль как-то возвращалась, возвращалась, да, что, ну, как бы, вот, допустим, да, если исходить из концепции, что, ну, мы живем, да, на этой планете, то есть я живу не только там в своей квартире, в своей комнате, да, там, а я живу на этой планете, и планета не шибко отличается, да, то есть дом все равно стоит на планете, вот, и меня начала, вот, вот эта философия, что планета наш дом, вот, ну, наш дом, никуда мы от него не убежим, и то же самое, как я убираюсь, допустим, у себя дома, у себя в квартире, там, в своей комнате, да, там, в своем компьютере, да, там, навожу уборку, это ничем не отличается, как убраться, ну, на планете, да, то есть, начиная, там, свой район, своя улица, свой город, своя страна, заканчивая планетой, ну, и так далее, да, там, дальше уже, наверное, эзотерика идет такая, лютая эзотерика, поэтому остановимся пока вот на вот этом вот плане, и мне показалось это, знаете, небесполезно, то есть, наконец-то за долгое время, то есть, у меня было действительно в таком степени отчаяния, что бесполезным казалось все, и я наконец-то за долгое время сошлась на мысли, что да, действительно, это небесполезное дело, потому что, ну, как вот я говорила в примере с тарелкой, чистота, это важно, то есть, чистые окружения все равно влечет к более чистому сознанию, к более хорошему настроению, к более хорошему характеру в человеке, да, а от этого уже у нас более чистые отношения между людьми, и вообще мир и жизнь кажется гораздо лучше. Вот, то есть, в принципе, действительно, там, где чисто и красиво, там, как правило, все-таки люди с более лучшим настроением, с более лучшим, как бы, настроением по жизни, оптимизм, энтузиазм, да, чего угодно. А там, где грязно, там, где все разваливается, как правило, это уныние, утопия, бессмысленность и, знаете, такая вот депрессивная, такая мрачная атмосфера. Вот, и я подумала, что, да, действительно, это имеет смысл. И в итоге дошло до того, что я взяла просто бумажку, да, и донесла ее до мусорки. То есть, ничего глобального, грандиозного я не делала, о, так, так, так лучше, да? Тоже слишком желтая, ну, да. Вот, ничего глобального я не сделала, я просто взяла бумажку, да, и донесла до мусорки. Внутри я прям почувствовала вот эти, знаете, овации внутри себя, наконец-то, за долгое время, если честно, я почувствовала чувство удовлетворения, о котором я говорила в предыдущих видео. Да, это очень важно, именно вот это чувство удовлетворения, грубо говоря, наша какая-то вот система внутренняя, да, показывает нам, что мы на правильном пути. И так как я человек абсолютно неосознанный, как показала практика, я просто пошла следом за этим гормоном. Да, мне вырабатывалась какая-то доза гормона, которая уже не вырабатывалась в моей профессии, да, в моих, какой-то там, хобби в моих, в моей, там, обычной жизни, да, то есть, если раньше я, там, скушала фрукт, покупалась в море, там, позагорала на солнышке, покаталась на велосипеде, я получала огромную дозу удовлетворения, то есть, вот с тех пор, когда я начала изучать саморазвитие, меня перестало посещать чувство, знаете, вот этой вот, вот, знаете, вот, вот этот вот внутри, когда чувствуешь, что все делаешь правильно, молодец, все делаешь правильно, все хорошо. У меня было нон-стоп чувство тревожности и какого-то такого стресса. А после того, как я выкинула мусор, я поняла, что вот оно, чувство, оно вернулось, и, знаете, я почувствовала, вот, даже какого-то такой, с другой стороны, что, наконец-то, я, как бы, делаю что-то полезное. И потом я снова, как бы, подняла и выбросила в мусорку, да, просто какую-то бумажку, подняла и донесла до мусорки. И я поняла, что это действительно лично мне, да, приятно, потому что я почувствовала, что я, знаете, как будто действительно, вот, просто убираюсь у себя дома. Звучит крайне странно. Я прекрасно понимаю, что это, знаете, вообще, наверное, так не часто люди думают, но у меня было именно такое чувство, да, я просто убираюсь у себя дома. У меня не было какого-то отвращения, у меня не было какой-то там, знаете, фу, мусор. Это то же самое, что я иду, допустим, у себя по квартире, на полу лежит бумажка, я ее 100% подниму, да, то есть я ее автоматически подниму, я даже не буду задумываться, откуда она там, кто ее бросил. Это, к слову, когда очень я много слышала, что не я бросил, не я я должна поднимать, ну и так далее. То есть с тех пор, как я пропагандирую и агитирую эту тему, да, я, скажем так, много чего наслушалась, ой. Вот. Так я пришла к такому удивительному хобби, как сбор мусора. Честно говоря, я очень благодарна, потому что именно с этого начался мой хоть какой-то путь, знаете, в позитив, да, то есть я вышла хоть немножко в позитив. Вот. Ну и, в общем, закончилось тем, что я в итоге взяла просто пакет, обычный пакет и пошла просто у себя, да, вот как идти. Я там обычно хожу там, ну если я не иду там на велосипеде или на машине, да, я просто иду там до какого-нибудь места, там до подружки или до магазина. И вот всю эту дорогу я просто собирала мусор. Ну, то есть, собрала полный пакет, выкинула в мусорку и пошла дальше. То есть, и у меня после этого зародилась такая традиция, да, то есть один день, один пакет мусора. Да, то есть большой, маленький уже не важно, но вот один день, один пакет. И до какого-то периода я то соблюдала, то не соблюдала, да, то есть то с большей интенсивностью, то с меньшей. Сейчас у меня, наверное, раз в неделю я это хожу, занимаюсь. Потом я начала записывать себя на камеру, да, то есть, ну, вот Инстаграм, Love Home, да. Это, естественно, реклама, это, естественно, пропаганда. Я очень надеюсь, что кто-нибудь с этого видео перейдет туда и подпишется обязательно, подпишитесь, потому что каждый человек навис золото на том Инстаграме, да, ну, вот так вот. И с тех пор в мою жизнь вошло такое интересное хобби, как уборка на нашей планете. А, да, ну, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok